У памятника воину-освободителю в Канске не свежие цветы, а обломки гранитных плит. Состояние мемориала местных жителей с каждым днем тревожит все больше. Говорят, столько денег потратили на реконструкцию. Прошел всего год, а уже такая картина. Когда принимали, вроде бы все красиво было. Я сам бы присутствовал даже тут. Сейчас смотришь, начинаю все разваливаться. Здесь вот на мемориальной доске фамилия моего дяди, который погиб в Чехословакии. Можешь и эта плита отвалиться. Облицовка памятника постепенно осыпается. Новая брусчатка пошла волной. Кое-где камней попросту нет. Через большие зазоры лезут сорняки. С весны уже стали замечать, что трава лезет, плитка неровная. Там вот вокруг этого огня вообще какое-то безобразие. Ну, не знаю, кто за этим должен ухаживать и кто это все сделал. Сделали плохо. Печальная судьба и убийства героям Советского Союза при реконструкции, когда их демонтировали, строители нечаянно разбили. Потом вроде бы восстановили, но сделали это некачественно, потому что вот верхний слой сходит и мы видим глубокие трещины. Строители утверждают, что делали все согласно проектной документации и объект приняли без замечаний. Предполагают, что облицовочные плиты отваливаются от воды, которая каким-то образом попала в щели. Но как бы то ни было, теперь их все придется заменить. В мэрии говорят, этим должен заняться подрядчик, ведь гарантийный срок еще не вышел. Они демонтируют все, очистят, выполнят все согласно требованиям, которые им сейчас написали, что необходимо сделать проектировщики. Поэтому все будет восстановлено в прежнем виде. Не только заменить плиты, но и устранить другие замечания организация, выполнявшая реконструкцию Каннского мемориала, должна будет до конца лета. За ходом работ власти обещают тщательно следить. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok